Это кто? Это дед. Пиши пропущено. Молодец! Совещание началось не с зала заседаний, а с практики. В образовательном центре ДАЙ-5 проходит необычный мастер-класс. Учителям и директорам школы Республики Тьютер показывает урок взаимодействия с ребенком с расстройством аутистического спектра. Всегда мы делимся опытом, потому что мы и сами выезжали, когда нам нужен был этот опыт. Мы выезжали и в Москву, и в набережные Челны, и в Казань. Но по сути в Альметьевске и вообще в Татарстане, когда мы открывались, мы были первыми. И вот на сегодняшний день в Альметьевске мы тоже единственные. Впервые уроки для детей с аутизмом начались в центре в 2016 году. Тогда здесь училось всего 4 ребенка. Сейчас инклюзивных площадок уже 3, а детей с особенностями развития, занимающихся здесь, 23. Елена Доценко – гость из набережных Челнов. На базе обычной школы тоже открыла ресурсный класс и здесь для себя нашла полезную информацию. Для них это по сути на пальцах объясняет, как это работает, как это выстроено. Это не только теория, но и практика. Показали конкретно занятия с детишками, вот эти все методы обучения. Показали обо технологии, показали визуальное ресурсание и так далее. То есть, в принципе, это очень полезно и доступно показано людям, которые, например, даже еще пока только планируют обучать такую категорию детей. Гостям показали ресурсный класс, занятия с дефектологами и тьютерами, а также продемонстрировали, как именно происходит контакт с ребенком с аутизмом. Теперь моя очередь. Теперь моя очередь. И тут же, если ребенок, вы тут же даете следующую инструкцию. В Татарстане насчитывается 29 тысяч детей с нарушением слуха, зрения, интеллекта и опорно-двигательного аппарата. Количество детей с ограничениями по здоровью увеличилось по сравнению с прошлым годом на 2,5%. Об этом говорили на республиканском совещании в инженерном лицее. Но, несмотря на это, все дети должны быть вовлечены в образовательный процесс. Мы хорошо понимаем, что все дети, несмотря на свои физические, интеллектуальные, этнические, социальные и иные особенности, должны быть включены обязательно в систему образования. До 2024 года планируется укрепление материально-технической базы в 20 школах Татарстана. На это потратят 150 миллионов рублей. А получить дальнейшее образование после окончания школы у детей с ограничениями по здоровью есть возможность в 39 учреждениях республики. Катерина Машинцева, Семен Егоров. Новости Юго-Востока.